На журналистов, рассевшихся в розовом саду Белого дома, Дональд Трамп обрушился как вихрь, одним своим видом подарив новость. Репортеры впервые за много лет заметили на его голове седину. Волосы перестали отливать привычным золотым оттенком. Надеюсь, у вас все в порядке, хотя сейчас тут жарковато. Но по-настоящему жарко стало, когда президент США объявил о своих планах по поводу Гонконга. По китайскому самолюбию и, что важнее, суверенитету, Трамп наносит двойной удар. Новым законом вводят санкции, а указом лишает специальный административный район особого статуса. Гонконгу теперь будут относиться так же, как и к остальному Китаю. Никаких привилегий, никакого специального экономического статуса, никакого экспорта особо важных технологий. В дополнение к этому мы вводим большие пошлины на китайские товары. Такое случается с Китаем впервые. Трампу кажется, что этим своим распоряжением он наказывает Китай за принятый там закон о нацбезопасности специального района. По нему предусмотрено наказание за сепаратизм, подрыв государственной власти и вступление в сговор с иностранными силами. Но на деле выигрыши может оказаться как раз поднебесное. С Гонконгом у Америки профицит торгового баланса почти в 300 миллиардов долларов. А в Пекине, с которым наоборот дефицит, как раз мечтают отвязать город от США. Такое решение США приведет к убыткам размером в десятки миллиардов долларов для самих США и Гонконга. Также серьезная головная боль и проблемы с осуществлением торговли ожидают сотни американских компаний, которые базируются в Гонконге. Даже больше, чем сотни на территории Гонконга работает 1300 американских фирм и всем им придется подчиниться. Например, Google, Amazon и Microsoft уже начали отказывать местным властям в предоставлении финансовой информации своих клиентов на облачных платформах. Переговоры между комиссией по ценным бумагам и фьючерсом Гонконга и этими корпорациями зашли в тупик. Google, Amazon и Microsoft отказались согласиться на предложение, которое бы позволило регуляторам Гонконга получить доступ к банковским данным клиентов. Компании опасаются возможных ограничений со стороны Конгресса, где все более осторожно относятся к сделкам американских компаний с Китаем. В штаб-квартирах американских IT-гигантов тоже поругивают Пекин за закон о национальной безопасности Гонконга, но на деле противоречия куда глубже. Америку Китай раздражает как растущий технологический конкурент одним темпом развития своих инноваций. И в этом смысле показательнее других история с компанией Huawei. В Вашингтоне гордятся тем, что недавно продавили Великобританию. Там запретили Huawei создавать сети 5G до 2027 года. И по факту согласились с потерей 2 миллиардов фунтов. Подобной же покорности американский президент ждет и от остальных стран Старого Света, который Трамп уже открыто винит во враждебности. Мы находимся в грандиозном экономическом состязании, в том числе и с Европой, которая никогда не относилась к нам хорошо. Европейский союз был создан для того, чтобы получить выгоду от Соединенных Штатов. Они объединились, чтобы использовать нас. Я это знаю. И они знают, что я это знаю. Но другие президенты США понятия об этом не имели. До территориальных споров с Европой пока не дошло, а вот с Китаем очередное обострение. Глава Госдепа не просто обрушивается на Пекин за интерес к ресурсам Южно-Китайского моря, а практически переходит к угрозам. Мир не позволит Пекину использовать Южно-Китайское море, чтобы построить морскую империю. США поддержат своих партнеров из стран Юго-Восточной Азии. Пекин запугивает государство региона. Наверное, тем, что Китайское побережье расположилось слишком близко к американским авианесущим группам. 4 июля США направили в Южно-Китайское море два своих авианосца – немец и Рональд Рейган. Седьмой флот провел учения. В Пентагоне заявляли, что Китай использует пандемию для прикрытия своих территориальных претензий. Якобы с началом распространения коронавируса в мире активность китайских ВМС в регионе существенно возросла. Продолжение следует...